В многодетной семье Вашуткиных право быть нянькой отвоевывают. Малышка Валерия, ее брату и сестре интереснее даже, чем компьютер. Арсений вмиг стал хозяином. Когда заболел ковидом, боялся, что болезнь надолго разлучит их. Первые, может, два-три дня я не мог ничего есть. Мне было плохо, была температура, очень сильно морозило. Бабушка тоже так же, как я. Она непривитая, болела. Папа и София перенесли коронавирус лучше. Папа привитый, а София еще маленькая, и она пила таблетки. Теперь вся семья на контроле у медработников. В село Шишкино, за 75 километров от Вагая, приезжают врачи. Недавно в областной больнице номер 9 появились опытные специалисты из Тюмени. Меня заинтересовала, вы знаете, экология. И просто кто-то же должен лечить детей в селе. А здесь была большая проблема с педиатрами. В Агайской больнице в 2022 году исполнится 90 лет. Идея такая, музей свой сформировать. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в областную больницу номер 9 поступило новое оборудование. Операционный стол, паровой стерилизатор медицинских инструментов, многофункциональные кровати. Под опекой медиков более 20 тысяч жителей Вагайского района. Ковидное время, оно у нас не первое. Когда я был молодым фельдшером, тоже были вот очень много вирусных пневмоний одно время. Это в 76-77 году. И даже смертность была значительно больше. Но мы просто разобраться не смогли. Ну а теперь вот мои коллеги, вот тому учились там, академик Гельфан, там прочие. Они раскрутили просто геномы, поняли в чем вопрос. Коронавирус добрался и в глубинку. И здесь с ним ведут настоящую борьбу. В связке еженедельно, собирая со всеми главами сельских поселений, ставя задачи и нашим медицинским работникам. У нас есть мобильный комплекс, на котором мы выезжаем, осматриваем в удаленных территориях. Наши доктора осматривают пациентов, есть возможность выполнить УЗИ. В том числе мы и предлагаем вакцинацию. На территории шишкинского поселения около 700 жителей. Прошли иммунизацию все работники социальной сферы, сельхозпредприятия «Желненские» и «Вахтовики». Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.